В Торжокском районе мост через реку Тьма у деревни Скоморохово требует ремонта. Состояние сооружения вызывает беспокойство у местных жителей. За помощью они обратились к губернатору Тверской области. В эту пятницу, 28 января, Игорь Руденя провел личный прием граждан. Главе региона обратились в этот день и с другими вопросами. Об этом в сюжете Натальи Чекет. Практически вся семья Светланы Полотовской, в том числе и она, училась в первой школе города Кашин. Сейчас здесь обучается ее сын, а дочь и сестра работают. Женщина беспокоит состояние электропроводки в здании, которому более ста лет. Сумма для ремонта требуется немаленькая, около двух миллионов рублей. Поэтому за помощью Светлана Владимировна обратилась к губернатору. Происходят сбои, к сожалению, вот сейчас в связи с такой эпидемией, как мы знаем, коронавирус, у нас очень многие классы уходят на дистанционное обучение. Учителям приходится и преподавать в школе, и в то же время еще вести уроки и дистанционно. Когда происходят сбои, наши и дети, и учителя по этой причине страдают. Губернатор сообщил, что в этом году на каникулах будет проведен ремонт. Следующий вопрос коснулся целого сельского поселения. У деревни Скоморохова мост через реку Тьма требует ремонта. С такой просьбой обратилась жительница поселка Высокая Марина Штапова. Женщина работает фельдшером и часто проезжает по мосту, сопровождая пациентов в машине скорой помощи. По мосту ехать просто страшно. То есть вот ты едешь, и каждую минуту ты думаешь, Господи, не дай Бог, сейчас провалишься. И даже думаешь не за себя, а думаешь за пациента, потому что ну ты-то вроде как еще здоров, да? А человек, если в таком состоянии, и он туда вот в реку, то есть ну все, а что делать дальше-то конец. То есть вот с драганием ты все время про это думаешь, поэтому, конечно, вот жутко, очень хотелось порешить этот вопрос. Во время приема Игорь Руденя сказал, что ремонт моста стоит в плане на текущий год. Деньги для этого уже выделены из бюджета. Для того, чтобы не нарушать движение по этому мосту, перед ремонтом старого моста будет возведен временный объезд, ну, так сказать, такой дополнительный запасной мост, по которому будет организовано движение автомобильного транспорта. Главе региона обратилась жительница станции Кулицкая Калининского района Наталья Клейдман с просьбой о строительстве поля для мини-футбола с искусственным покрытием. Два года назад в сельском поселении сформировалась своя детская футбольная команда. В ней занимается 60 ребят в возрасте от 4 до 16 лет. К слову, место для строительства площадки местные жители уже выбрали. Место находится прямо рядом со школой нашей Краснопресненской. Рядом у нас садик тоже, рядом будет со всеми домами, то есть дети будут достигаться, тем более около школы. То есть, место, я считаю, вообще очень идеальное. Строительство футбольной мини-площадки будет включено в программу на этот год, сообщил губернатор. Глава региона подчеркнул, со стороны местных инициативных жителей должен быть организован контроль за проведением и качеством выполняемых работ. Субтитры создавал DimaTorzok